Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Что изменится в сфере ЖКХ с нового года и что могут изменить инициативные жители? Каким должен быть старший по дому и как стимулируется его работа? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя ресурсного центра поддержки развития местного самоуправления Екатерина Гудзима. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Екатерина Владимировна. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что же нам ждать в новом году? Каких изменений? На что стоит обратить внимание собственникам жилья? В 2016 году, как и в предыдущих годах, конечно же, произойдет рост тарифов, что не может никак радовать горожан. Да, у нас в этом же году происходит изменение нормативов потребления коммунальных услуг. Это тоже достаточно трепетная такая тема сейчас по вопросам многих горожан. И отрадная тема, что у нас меняется с вами, расширяются полномочия советов МКД и общего собрания собственников, появляется возможность передать некоторые функции председателю и советам МКД. Таким образом, упростить работу и дать возможность реальных рычагов председателю для решения вопросов общего имущества многоквартирного дома. Вот еще один заголовок в СМИ, который появился недавно. В квитанциях по плате за услуги ЖКХ появится новая строчка. И сразу такое впечатление, что мы станем платить больше еще за что-то. Вот объясните, пожалуйста, что это? Действительно, у нас законодатель предусматривает то, что у нас появится новая строка, такая как вывоз мусора, если это говорить простонародным языком или КГО. Действительно, она будет более прозрачна для жителей. Жители смогут оценить ее стоимость. Она будет рассчитываться теперь не на площадь, общую площадь помещения, а по количеству проживающих в нем. То есть это действительно произойдет изменение. Но необходимо сказать, что у нас еще меняется и строка содержания. В эту строку входят вновь нужды на общедомовые расходы. Таким образом, у нас появляется у собственников шанс платить меньше в связи с тем, что те расчеты, которые у нас сейчас предоставляются, индивидуальные и общедомовые, из них выйдут в строку содержания. Так у нас с вами было до 2011 года. Мы уже переживали этот переходный момент. Сейчас этот переходный момент мы переживем вновь, но уже, я думаю, с положительными эмоциями для горожан, так как это действительно войдет в строку содержания. Еще одно новшество. По-новому мы будем платить за водоотведение. Если можно несколько слов, и у нас есть сюжет, мы его посмотрим. Там довольно подробно все. Но это не значит, что мы будем больше платить. Если так не стоит, то боятся. Дело в том, что у нас с вами изменяются нормативы потребления горячей и холодной воды. Они действительно увеличиваются. У нас появляется повышающий коэффициент для собственников, которые не оборудовали свои приборами учета, свои квартиры. И таким образом являются так называемыми нормативщиками. Для них, конечно, будет неприятный сюрприз. Первыми в эти изменения войдет у нас город Тольятти. С 1 июля присоединится Новокуйбышевск. И с 1 января 2017 года присоединятся уже Самарцы. Понятно. У нас время еще есть. Давайте посмотрим сюжет. Но заранее будем к этому готовиться. Платить за воду по показаниям счетчика в семье Моисеевых начали еще в 2010 году. Разницу почувствовали сразу. В квартире прописано 2 человека. Значит, по нормативу каждый месяц за холодную воду должны были платить за 15 кубометров. Счетчик же показывает не больше 6. Вот, допустим, за декабрь 2015 года мой счетчик показал, что мы потребили только 5 кубометров холодной воды и 1 кубометр горячей воды. В здании установлен и общедомовой счетчик. От него тоже ощутимая экономия. Конкретно за, допустим, декабрь по счетчику у нас 761. То есть практически потребление холодной воды почти в два раза меньше, чем мы платили по нормативу. Вот такая выгода. Установить счетчики на воду собственников обязали еще два года назад. Но треть россиян до сих пор этого не сделали. Для таких граждан планируют значительно повысить нормативы. В первом полугодии, если человек не поставил прибор учета, а техническая возможность для этого есть, то к нормативу на одного человека будет прибавляться коэффициент 3. Как будто в квартире живут еще трое людей. А после июля коэффициент 5. В Самарской области с 1 января нормативы для тех, кто не установил приборы учета, повысят только в Тольятти и Кенеле. В остальных муниципалитетах повышение произойдет либо летом, либо в конце года. Я, конечно, посоветовал бы поставить всем приборы учета в оставшееся время. Так как в Самаре где-то порядка 60% всего лишь установлено приборов учета, чтобы не создавать вот этого ажиотажа, перенесено время принятия решений и по повышению этих нормативов на январь 2017 года. Повышение не коснется тех жителей, в квартирах которых технически невозможно установить счетчики. Я напомню нашим телезрителям, что мы ждем вопросов о проблемах, которые вас волнуют в сфере ЖКХ. Телефон 202-11-22, звоните, есть еще время. Скажите, пожалуйста, а что касается электроэнергии? Там тоже изменятся нормативы и тоже какие-то изменения? Пока нормативы у нас меняются только по потреблению горячей и холодной воды и, соответственно, по водоотведению. То есть у кого нет счетчиков учета электроэнергии, пока все остается в прежнем режиме, тоже по нормативам прежним. А вот вы сказали уже про изменения, которые грядут для старших по дому, председателей Советов МКД. А вот есть такая проблема, что очень сложно найти таких людей, которые захотят этим заниматься. Проблема на самом деле колоссальная. Хорошо и профессионально, не просто так вот получить статус. Более того, человек должен действительно быть хозяином дома. Он должен ощущать собственную ответственность за то, что происходит. Более того, конечно, тут очень важен опыт работы в данной сфере. Но, как показывает наша сложившаяся практика, у нас, конечно же, 76% это женщины. Чаще всего совершенно не имеющие никакого отношения ни к образованию бухгалтерскому, ни к экономическому, ни строительному тем более. Но именно своей скорпулезностью, ответственностью и дотошностью они дают действительно поражающие результаты в использовании общедомового имущества. Оно действительно меняется и меняется в лучшую сторону. Ни для кого не секрет, что большая часть нашего жилого фонда, она, конечно же, должна была пройти уже капитальный ремонт и не по одному разу. И каждый день на общественных началах решать проблемы протечки кровли, протечки, допустим, холодной воды, горячей, это очень сложно. Тем более, что, конечно же, нельзя сказать, что управляющие компании отзывчиво идут на эти все заявки. Но собрать эту информацию по дому в целом, определить приоритетные направления, все-таки крыши или подвал, потому что, естественно, первые этажи говорят, сделайте канализацию, верхние сделайте крышу, а средние этажи только смотрят, потому что у них там не течет. И здесь вроде как не пахнет канализацией. Вроде как бы средние этажи занимают такую позицию нейтралитета. И вот в этой, во всей ситуации найти правильный подход и вовремя сделать профилактику, и вовремя сделать ремонтные работы, это должен быть человек, который понимает эту систему в целом. А для того, чтобы эта система в целом была понятна непрофессионалам, тем более в основном, конечно же, возраста взрослого, преклонного, такого уже пожилого возраста, нашим учреждениям проводятся различные семинары, проводятся консультирования, круглые столы, форумы, для того, чтобы действительно эти вопросы можно было переложить с языка юридического, очень сложного иногда, на язык, который общедоступен и действительно было бы понятен. И во многих вопросах часто теория отличается от практики. Для этого у нас существует семинар, который называется «Лучшие практики Советов МКД», когда на данные семинары приходит такая же пенсионерка, как многие сидящие в зале, и рассказывает о том, как в своем подъезде, например, ей удалось положить кафельную плитку, выложить на первом этаже. И люди, которые ждут годами косметического ремонта просто по краске стен, удивляются, как же она это добилась, исходя из того, что строка содержания такая же, как строка содержания в их доме. Примерно года домов одинаковые. И когда человек рассказывает, не мы, как бы вроде как представители администрации, представители МБУ Ресурсного Центра, а именно как человек, житель добился, показал, посмотрите, как это было и как это стало, для них это более интересно. Контакт установлен. Также устанавливаем контакт с нашим телезрителем, который дозвонился. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Я хотела бы уточнить. Вот в нашем доме не проводился капитальный ремонт более 30 лет. Естественно, счетчик мы не устанавливали. Как в этой ситуации? Нас обязут ставить счетчики в январе 2017 года? Или все-таки это будет проводиться после капитального ремонта? Спасибо за вопрос. Здесь нужно сразу проблему смотреть более целиком. Раз дом действительно не проводился капитальный ремонт в данном многоквартирном доме более 30 лет, нужно посмотреть, в какой именно год запланирован капитальный ремонт по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Если этот год еще в ближайшем перспективе достаточно далек и общее имущество будет ремонтироваться, допустим, в 2021-2025 году, конечно же, собственники могут принять решение и установить такой прибор учета в более ранние сроки. Для этого и управляющая компания, и ресурсоснабжающая организация может предусмотреть некую рассрочку платежей для установки такого прибора учета. Более того, конечно, здесь нужно смотреть, в каком техническом состоянии находится многоквартирный дом. Есть дома, которые действительно трубы достаточно недавно менялись по текущему ремонту, и протечек и аварий достаточно маленькое количество в течение календарного года. А есть дома, у которых трубы пришли в такую негодность, что практически представляют из себя решето. Вот ставить на такие трубы общий домовой счетчик, это, конечно, неправильно. Необходимо сначала привести в надлежащее состояние инженерные сети и только потом задумываться о общедомовом приборе учета. Иначе, конечно же, он собственникам будет показывать очень большие цифры, которые фактически они не потребляют просто из-за того, что происходят протечки, аварии. И, в общем-то, вода остается в подвале, а не доходит до собственников. Вот вы сказали, что можно посмотреть сначала срок ремонта. А где это посмотреть? И там же расписаны все работы или только начало? Региональная программа капитального ремонта общего имущества МКД расположена на сайте фонда капитального ремонта регионального оператора. Таким образом, вы можете позвонить в ресурсный центр, мы посмотрим в данной программе ваш дом. И в данной программе сразу отслеживается год проведения ремонта и обязательно вид проведения ремонта. Данный вид можно поменять решением общего собрания собственников. Таким образом, сказать, например, вы знаете, допустим, крыша, которая запланирована, к тому году будет неактуальна. Потому что собственники планомерно в рамках текущего ремонта меняли ее, например, какими-то частями. Необходимо актуально проведение ремонтных работ фасада или усиление фундамента, или замена внутридомовых инженерных сетей. Все это должны решить общим собранием собственники. Кворум такого собрания должен составлять две трети собственников. Понятно. Вот вы сказали, что найти сложно, собственно, таких людей, которые будут ответственны относительно профессионально выполнять такие работы. А как стимулируется вот эта общественная деятельность? Вот что получают эти люди, которые несут такую большую общественную нагрузку и ответственность? Да, действительно, ответственность очень большая. Такие вопросы вообще поднимаются? Конечно, вопросы поднимаются. Здесь такая ситуация очень неоднозначная. С одной стороны, конечно же, мы говорим о том, что человек затрачивает и денежные средства на передвижение, на транспорт. И, конечно, ему нужно делать различные распечатывать объявления. Это бумага, это тонер для картриджа, это компьютер, который часто пенсионеры не обладают. Это электронная почта, письма заказные и прочая-прочая-прочая переписка. Но, с другой стороны, многие председатели Совета ФМКД заявляют о том, что если им данная работа будет оплачиваться из средств собственника, как это предлагается законодательством, они будут отказываться от этой работы в связи с чем? Потому что очень боятся, что соседи по-соседски вот этой денежной суммы, она не будет большая. Но все-таки попрекнут. Здесь очень важная, тонкая грань психологии человека. И многие готовы заниматься этим трудом, этим общественной работой за благодарность соседей. И многих именно пугает данная ответственность не из-за того, что они не справятся, а из-за того, что люди во многом потом упрекают данного старшего по дому, что нет результатов. Либо результаты не так быстро происходят, либо, например, результаты, которые они видят, они хотели бы все-таки видеть не в подвале, а опять-таки на крыше. Все сделать невозможно. Нужно понимать, какие работы первоочередные, а какие работы необходимо отложить. Потому что бюджет дома, он тоже как бы не резиновый. Здесь очень важно, чтобы сами собственники, сами соседи не только, конечно же, помогали, но и самое главное, не мешали. Очень часто люди, конечно же, всю свою агрессию и негатив передают, к сожалению, председателям Совета МКД, которым и так не очень сладко. А как сегодня выстраиваются отношения между председателями Советов МКД и управляющими компаниями? Какие у них есть полномочия и обязанности в этом отношении? Есть тоже две плоскости. Плоскость именно юридическая, которая жилищный кодекс подает полномочия, права и обязанности председателю Совета МКД. И есть, конечно, плоскость межличностных отношений. Всегда призываем всех председателей Советов МКД не конфликтовать с управляющей компанией. Сложно. А как же отстоять? Обязательно договариваться конструктивно и доводами. Потому что никому никогда конфликтные отношения не приносили пользу. И бывают действительно ситуации, когда управляющие компании говорят, мы готовы выйти на дом и сделать косметический ремонт подъезда. Но председатель не подписывает нам никаких актов выполненных работ. Ну как мы можем закрыть работу подрядной организации? Мы всегда говорим, все акты должны быть подписаны. Вы подпишите их с замечаниями и четко, конкретно перечислите, что конкретно вас не устраивает. И тогда это будет рабочий документ, который действительно принесет ожидаемый результат. А если мы говорим, что мы просто не хотим подписывать, не будем, мы, конечно же, получаем отрицательные результаты, не выполняются планы текущих ремонтов, не осваиваются деньги по статье «Текущий ремонт» и, собственно, результатов от содержания дома жители не видят. Но все-таки, если управляющая компания совсем недостойная и вообще неэффективно выполняет свои обязанности, можно как-то от нее отказаться? Вообще-то реально? Конечно. Нет, потому что вот говорили, особенно несколько лет назад, что это столько препятствий и очень много волокит, и каких-то подводных камней, в общем, сложно. Сейчас данная процедура значительно облегчилась в связи с введением лицензии, лицензирования управляющих компаний. Действительно, это значительно облегчает работу председателя Совета МКД, но здесь нужно тоже учитывать, что хотят жители, что хочет собственник в данном доме. Действительно, он хочет попробовать самостоятельно управлять и тогда товарищество собственных жилья или товарищество собственников недвижимости, для него будет оптимальным переходом от управляющей компании к самостоятельному такому управлению. Либо это все-таки другая управляющая компания. Тогда действительно продолжается очень долгий алгоритм действий, который нужно произвести. При этом не поменять управляющую компанию на более худший вариант здесь тоже очень важно. Действительно, необходимо провести общее собрание собственников, необходимо посмотреть на рынке услуг ЖКХ, какая компания является более конкурентноспособной, более ответственной и более профессиональной, что является самым главным. Здесь мы не должны забывать и принцип территориальности. Очень многие собственники и члены Совета МКД, и председатель Совета МКД совершенно не задумываются о том, что если дома в одном дворе принадлежат разным управляющим компаниям, то у нас происходят многие ситуации по разделению той же территории, придомовой которой убирается одной компанией и другой. Например, тот же вывоз мусора, который одна компания осуществляет, а другая договор еще не заключила на вывоз мусора. Сейчас у нас с вами зимний период, период снегопадов. Сегодня прекрасные, красивые сугробы нас удивили, поразили своей красотой, но немножко расстроили тем, что действительно нужно было расчищать и проезжие части. И когда въезд во двор общий, какая из этих управляющих компаний действительно выполнит свою работу добросовестно. Поэтому здесь, конечно, нужно понимать, что чем большее количество домов хотя бы на одной территории относится к одной управляющей компании, тем проще нам обслуживать данную территорию более качественно. Вот вы сказали про ТСЖ, про возможность создать. А это сегодня актуально для города? Еще создаются ТСЖ или нет? Очень актуальный процесс. Тем более, что нужно сказать, что именно 2015 год стал таким катализатором этого процесса. Почему? Потому что в рамках лицензионного контроля и в рамках выдачи лицензии управляющим компаниям многие управляющие компании либо были лишены данных лицензий, либо были выданы лицензии нулевые, так называемые нулевые, без многоквартирных домов. И многие собственники узнали, что их компания лишена лицензии, ей не выдали, встали перед таким сложным выбором. Выбрать другую управляющую компанию или все-таки набраться смелости и пойти управлять самостоятельно, создать товарищество собственников недвижимости. И нужно отдать должное, что там, в тех домах, где председатели Советов МКД опытные и провели достаточно хорошую подготовительную работу, и действительно привели многоквартирные дома в более или менее надлежащее состояние, они достаточно безболезненно ушли в рамках вот этого переходного периода в ТСН. И я думаю, что их результаты в ближайшее время пока не заставят себя ждать. Действительно, разница от качества проводимых работ совершенно другое. И тогда, когда собственник понимает, что это его копеечка, и эта подрядная организация будет ремонтировать, и она отчитается перед ним, в качестве совершенно происходит, работа другое. Кстати, вот про деньги. Сегодня время экономии, причем во всех структурах и сферах. Как можно сделать так, чтобы не тратились лишние деньги собственников жилья? На какие моменты нужно обращать внимание? Все мы говорим, что если там магазин на первом этаже, то может быть какая-то утечка денег или нет. Или вот на что еще обращать внимание? Аспектов очень много, на которые необходимо обратить внимание. Но самое главное, это, конечно же, сметы на работы, на ремонтные работы. А вот смогут ли старшие компетентно и грамотно все это перепроверить? Потому что можно написать такое, а произвести совершенно другое, и никто не поймет разницы. Дело в том, что у нас сейчас есть возможность у председателя Совета ФМКД обращаться, сейчас проходят семинары именно по, как читать правильно сметы. И вот эти семинары, они, конечно, дают такие базовые знания, которые предоставляют возможность разбираться в этих сметах. Есть некоторые сложные моменты, но если мы говорим, например, смета по капитальному ремонту, то фонд капитального ремонта данные сметы разъясняет. И они всегда могут, придя на прием, получить четкие разъяснения, почему здесь стоит это количество, а не вот такое количество, да, например. Более того, на протяжении последних трех лет происходит обучение в сейчас Самарской академии строительства. Раньше это проводилось в Самарской академии государственного муниципального управления. То есть нужно учиться. Нужно учиться. Или привлекать, может быть, жителей, которые в этом компетентны. Совершенно верно. Всегда говорю о том, что в любом доме есть свой юрист, в любом абсолютно. В любом доме есть экономист, и в любом доме есть... Наверное, вы научили нашу старшую по дому, которая вот проходила по квартирам и спрашивала, кем вы работаете, и записывала, чтобы... Это очень важно, потому что есть строители, есть слесари, они могут работать в другой отрасли, в другой управляющей компании. Но для своего дома один раз выйти и посмотреть, как сделали опрессовку, как подготавливали, можно абсолютно, не затрачивая много времени. У нас есть еще один звонок. Пожалуйста, говорите добрый вечер. Ага. Да, да, говорите. Здравствуйте. Вы знаете, вот мы живем на Брате-Краспилево, в двухэтажном доме. И у меня на втором этаже очень холодно. Сейчас 17 градусов. Прошел Новый год. Были каникулы. Я не звонила в домопроводение. Сейчас звоню. Они мне отвечают. Значит, у них нет возможности дойти до штемпеля. Нам всегда нужно сливать воду. Воду в стояке. И я не знаю даже, куда обратиться. Безтенна, что наели, у них подступа нет к этим стоякам. Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Вот очень часто слышу, даже не знаю, куда обратиться. Вот проблемы в доме. И не знаю, куда обратиться. Ну, конечно же, обращаться вы можете в МБУ-ресурсный центр. Консультации у нас специалисты дают ежедневно с половины девятого до половины шестого. Это и консультации в том числе по телефону. Не обязательно к нам приезжать. Можно получить консультацию по телефону. Что касается вашей ситуации, необходимо действительно сделать замер температуры в жилом помещении и действительно понять, является ли это нарушением или данная температура по норме в помещении абсолютно адекватна. Но просто для вас это действительно не является температурой, которой вам бы хотелось для комфортного проживания. В угловых помещениях температура должна быть воздуха не менее 20 градусов. В помещениях, которые находятся внутри дома, которые не выходят наружными стенами в угловой, в угол дома, это должно быть не меньше 18 градусов. Если такой температурный режим нарушен, необходимо подать заявку в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании не в ЖЭУ, а в аварийно-диспетчерскую службу. Данные телефоны всегда на квитанциях напечатаны. Эта заявка будет принята. Она должна иметь номер. Должна быть четко озвучена дата и время принятия заявки. И после этого принятия заявки в течение трех часов управляющая компания должна выйти и составить акт о предоставлении услуги ненадлежащего качества. Три часа прошло. Вы не дождались сотрудников управляющей компании. Вы составляете акт вместе со своими соседями, собственниками. Но данные собственники не должны находиться с вами по стояку. То есть не должны быть заинтересованы в составлении данного акта. Они должны проживать у вас в другой квартире, в другом подъезде, может быть, на вашей лестничной площадке. Данный акт отправляется в управляющую компанию. И, соответственно, вам должен быть предоставлен перерасчет. Действительно, есть маленькие нюансы по составлению акта. Есть какие-то вопросы у вас будут. Вы обязательно набирайте. Наши специалисты вас грамотно проконсультируют и вопросов нет. Еще один звонок. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела такой вопрос задать. Допустим, он даже по дому уехал. И больше мы не можем найти никого. Они пенсионеры живут. А те, кто работают, они работают опознанно. Они могут этим заниматься. Они взяли и сделали так, чтобы все-таки управляющая компания честная, доброцессная. Прошли и посмотрели во всех домах, подвалах, где действительно в Хрущевку настолько, как вы сказали, трогая вы решили то уже. И поменять их. Ну почему вот собственники должны об этом еще головами, должны об этом болеть? Ну просто вот некому, абсолютно некому. Одни старики живут. Спасибо за вопрос. У нас председатель Совета МКД выбирается из состава Совета МКД. Конечно же, один человек выполнять эту работу не может. У него должна быть своя команда. У нас никаким образом не регламентируется количественный состав Совета МКД. Это может быть и два человека, и десять человек. Мы всегда советуем, чтобы хотя бы один человек от подъезда был. То есть если дом, например, двухподъездный, хотя бы один от первого подъезда, другой от второго подъезда. Старший по подъезду. Старший по подъезду. Почему? Потому что даже вот я, например, проживая во втором подъезде и являюсь председателем Совета МКД, потому что в 2011 году я подумала, что если создался такой институт, и я буду уговаривать людей делать такие шаги первые в качестве председателей, то было бы, наверное, странно, если бы я сама в этой стезе не работала. Я не всегда понимаю, что происходит в первом подъезде. У меня не всегда есть возможность туда зайти. Поэтому, конечно же, лучше назначить в каждом подъезде найти старшего и, образовав Совет МКД, уже выбрать из него председателя. Это обязательное действие. И, конечно, один человек... И распределять обязанности. 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 Свои обязанности перераспределить. Совершенно верно. Он может и уехать. Он может быть... И какие-то другие ситуации могут быть семейные, когда он не может приступить к своим обязанностям или выполнить их действительно. Что касается управляющей компании... Минутку у нас осталось, да, очень коротко. Что касается управляющей компании. Управляющая компания обязана делать осмотр два раза в год. Весенний осмотр и осенний. Весенний происходит после отопительного сезона. И в преддверии отопительного сезона в августе-сентябре управляющая компания обязана проводить осмотр осенний При подготовке дома к зиме. В этом осмотре вы можете участвовать как собственники. И, соответственно, именно этот акт осмотра и ложится в основу плана текущего ремонта. Что нужно отремонтировать, чтобы дом хорошо пережил зиму. Скажите, пожалуйста, телефон ресурсного центра. Вы сказали, что можно звонить, записываться на консультацию. Телефон 332-05-94. Это отдел, который работает с многоквартирными домами, в которых не создано ТСЖ и ЖСК, в которых как раз деятельность осуществляет Совет МКД. Звоните и получаете консультацию. Спасибо огромное за то, что пришли, за вашу информацию. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...